МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Мы верой и правдой служим своей победе и обязательно снова победим. Да здравствует наша великая победа, да здравствует народ-победитель, да здравствует социалист, да здравствует советская власть, которая служит трудовому человеку. Самый главный праздник страны. Накануне Дня Победы коммунисты провели масштабную акцию в центре столицы. Воспитать из пацанов мужиков, чтобы это не только были хорошие боксеры, но и замечательные люди. Те, которые будут потом после нас. Более ста юных спортсменов съехались в Оренбуржье, чтобы принять участие в открытом детском турнире по боксу на призы спортивного клуба КПРФ. Происходит то, что порождает социальный хаос, неизбежные социальные конфликты, потому что сколько можно терпеть нищету и безработицу. В Аргентине протесты против экономической политики правительства в условиях рецессии и инфляции. Никогда память о Великой Победе мая 1945 года не была так актуальна, как сейчас. Об этом говорили участники праздничной акции, организованной коммунистами. Мероприятие прошло в самом центре столицы и собрало вместе представителей левопатриотических организаций и движений страны. Подробнее в нашем репортаже. Понять истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне, учиться на этом героическом примере. Сейчас это важнейшая задача для российского общества. И она, по мнению коммунистов, пока не решается в полной мере. В начале своего выступления, перед собравшимися на Театральной площади, лидер КПРФ Геннадий Дюганов отметил, День Победы сегодня очень актуальный праздник. Сегодня этот славный праздник, главный праздник на планете. В противном случае все бы начиналось с дня рождения Гитлера, мы отмечаем в новых военных опять условиях. Нацисты, фашисты, бандеровцы, англосаксы, натовцы объявили уже русскому миру войну. Гитлер не пытался запрещать и разгонять все, что связано с нашей культурой и литературой. Он решил нас просто ликвидировать и уничтожить. А эти пошли гораздо дальше. Им не нравится Пушкин, они не любят Чайковского. Они запретили русским на Украине говорить на родном языке. С этого дня начали войну против тех, кто собственно и породил их как государство и как нацию. Это преступление англосаксов никогда наш народ не забудет и не простит. У страны есть все ресурсы для успешного завершения СВО, прежде всего с опорой на опыт СССР. Однако, по мнению Геннадия Зюганова, правящий класс пока недостаточно активно реагирует на военные вызовы времени. В изменившихся условиях он продолжает вести страну старым либеральным курсом. Президент заявил, что капиталист зашел в тупик. Ну что ж, мы толкаемся в этом тупике уже два года после его заявлений. Вместо того, чтобы взять лево руля и реализовать нашу программу. Она реально всем хорошо известна и вполне осуществима. Заявили, что надо вести войну серьезным образом, но ни одного моста, по которому везут танки и пушки, и ни одного маршрута корабельного не перекрыли, хотя давно можно было это сделать. Заявили о том, что мы в состоянии решить быстро эти проблемы, но за два года пока не освободили восемь районов Донецкой области, которая вернулась на нашу родину. Такая двойственность в действиях правящего класса в нынешней напряженной ситуации крайне опасна, уверены коммунисты. Власть по-прежнему культивирует в стране антисоветские настроения. Это мешает решению важнейшей сегодня задачи сплочения общества. Сплотить и объединить общество. Но для этого надо объединить нашу великую победную историю. Опять заколачивают мавзолей досками, не сообразуясь ни с чем. Мимо мавзолея, у которого наши отцы и деды, 200 героев Советского Союза, бросали гитлеровские штандарты, стоит собор, отгораживающий 32 маршала и генерала во главе с Жуковым, который покоится там, в Советском Некрополе. Опять кадюшник Ельцинский коптит на нашей земле, продолжая оторвлять молодые души, искажая все, что было в нашей великой истории. Лидер КПРФ особо подчеркнул, победить в 45-м Советский Союз смог благодаря потенциалу, заложенному Великим Октябрем, а потом Ленинско-сталинской модернизации. Об этом особенно важно помнить сейчас, ведь времени на мобилизацию ресурсов страны осталось мало. Мы обязаны максимально отмобилизовать все заводы и фабрики, все сделать для того, чтобы государственная, национальная экономика работала на полную катушку, а они продолжают приватизироваться. В условиях войны никто ничего не приватизирует, централизуется власть, централизуется энергия. Геннадий Зюганов напомнил, КПРФ подготовила подробную программу необходимых преобразований. На реализации своих предложений коммунисты будут настаивать и в ходе обсуждения вопроса о формировании нового правительства. И бюджет развития 45 триллионов, и 12 законов, которые могут наполнить этот бюджет, и программу устойчивого развития села, и новые технологии, электроника, строение, искусственный интеллект. Это все готово. И наш уникальный опыт народных предприятий, которые в состоянии завтра провести для них семинар и поучить, как надо работать. Участники праздничной акции отметили, в мировой истории фашизм побеждали только коммунисты. Знамя победы водрузили над Рейхстагом. Это красное знамя олицетворило и пот, и кровь, и многовековую борьбу человека труда за свободу, за тот рабочий день, за ту собственность, которая давала возможность нам всем стать образованными, нам всем стать теми людьми, которые свободны. Этой партией руководил великий Сталин. Великий полководец, он еще до войны отодвинул границы Советского Союза на 300-350 километров. Тем самым выиграл битву за пространство и битву за время. Мы должны любить свою Родину и сделать все, чтобы не было войны, чтобы был мир, чтобы дети наши не страдали, чтобы не появлялись новые дети войны. А мир наступил на всей планете. Участники праздничной акции приняли резолюцию, в которой в частности отметили, что без четкой программы лево-патриотического поворота страна не сможет успешно выйти из нынешних суровых испытаний. После митинга коммунисты и их сторонники направились в Александровский сад. Там, у Кремлевской стены, они почтили память соотечественников, отдавших жизни за свою страну и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Участники акции также возложили цветы к стеллам на аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду. Завершилось торжественное мероприятие у памятника маршалу Жукову рядом с историческим музеем. Там же состоялось общение Геннадия Зюганова журналистами. Лидер Компартии вновь поднял тему необходимости сплочения общества. Он подчеркнул, победа на полях сражений куются в тылу. Для того, чтобы убеждать, надо иметь трехкратный перевес. Чтобы иметь такой перевес, надо, чтобы работали все заводы и фабрики, обыздать олигархическую вольницу, которая в рамках войны уже 300 миллиардов долларов украла и выгнала из страны, не желая платить нормальные налоги. Надо вернуть лучшие традиции советской эпохи, когда особая забота была о детях, женщинах и стариках, и тех, кто трудится на заводах, фабриках и полях. Надо вспомнить лучшие российские, русские, советские традиции. Надо все приводить в соответствие, тогда и будет подлинный единство. С праздником победы всех! Ура! Ура! Российские власти прорабатывают вопрос о возможности освобождения малоимущих граждан от НДФЛ. Такой пункт содержится в Генеральном соглашении между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Мера призвана устранить социальное и экономическое неравенство. Коротко о других новостях в стране и мире. Спецслужбы ДНР обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием в пригороде Авдеевки. В тайнике были гранатометы, боеприпасы и огнеметы. Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и деноцификации на освобожденных территориях. В Севастополе прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и 79-летию Великой Победы. После реставрации состоялось торжественное открытие обелиска «Штык и парус». Также заложена капсула с посланием для будущих поколений. Ретро-поезд «Победа» прибыл во Владивосток ко дню празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Состав практически полностью повторяет поезд, на котором возвращались домой победители. В честь прибытия ретро-поезда состоялся праздничный концерт. Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Курган «Саур-Могила» стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск Красной Армии. По всей Аргентине прошли антиправительственные акции протеста. Демонстранты выступили против экономических реформ правительства президента Хавьера Милея в условиях рецессии и инфляции. Акция протеста была созвана профсоюзными объединениями. В США, Великобритании и европейских странах продолжаются студенческие акции в поддержку народа Палестины. Молодые люди устанавливают рядом с университетскими кампусами палаточные лагеря. Манифестанты выступают за прекращение боевых действий в секторе газа. В Оренбургской области в преддверии Дня Победы прошел открытый детский турнир по боксу на призы спортивного клуба КПРФ. Соревнования посвящены труженикам тыла и героям социалистического труда Оренбуржья. В турнире приняли участие более ста юных боксеров, среди которых были гости из Самарской области. Открытый турнир стал настоящим праздником не только для спортсменов, но и для тренерского состава. Бесплатное участие, хорошая экипировка и радушный прием сейчас также редки, как и сами детско-юношеские спортивные мероприятия в регионе. Вот это вот настоящее воспитание патриотизма, настоящее воспитание молодежи. Прекрасные тренеры, судейская очень хорошая коллегия. Я хочу поблагодарить нашу федерацию, здесь в районе ее возглавляет первый секретарь района. Все детские секции бокса в Оренбуржье с удовольствием приняли приглашение, и в итоге более ста юных спортсменов собрались в поселке Первомайское, где коммунист возглавляет районную федерацию бокса. Ребята все очень довольны, тренеры довольны. Мы что сделали? Мы, значит, формим ребят, делаем питание, как раньше, раздали талончики, как при СССР. И кормим. Это все очень позитивно воспринимают. Хотелось бы подчеркнуть, особо отметить роль Центрального комитета нашей партии, спортивного клуба КПРФ Ивана Ивановича Мельникова. Узнав о турнире такого уровня, приехали и коллеги из соседней Самарской области. Для них это тоже редкая возможность вывести юных спортсменов на реальный чемпионат с призами и наградами. Бокс сегодня, конечно, с детьми работают, энтузиасты своего дела. Фактически государство самоустранилось от полноценной поддержки таких видов спорта, массовых, массового детского спорта. Я являюсь зампредседателем Федерации бокса города Уорска. Так вот, на город Уорск выделено на целый год 30 тысяч рублей. На целый год. А здесь я узнавал, в Первомайском, то есть на бокс не выделяется ни копейки. Тем не менее, благодаря поддержке коммунистов, бокс в Первомайском стал одним из самых популярных видов спорта среди молодежи. Первомайка, она как флагман нашего западного Оренбуржья. Флагман, на который мы равняемся, идем. То есть вот сегодняшний турнир показал, что финальные вот эти бои вышли как раз самые сильные ребята, которые получились, бои классные. И этот турнир уже выиграть это почетно. Хотелось бы, чтобы этот турнир стал просто традиционным. Традиционным, чтобы и он рос из года в год. Смысл в том, что, конечно, первым делом воспитать из пацанов мужиков, чтобы это не только были хорошие боксеры, но и замечательные люди. Те, которые будут потом после нас управлять нашими городами, нашими поселками, будут директорами школ, ну и так далее, и тому подобное. То есть, конечно, воспитание детей в первую очередь. Турнир посвятили труженикам тыла и памяти героев социалистического труда Евгения Манина и Владимира Кособутского, которые собирали в Первомайском рекордные урожаи пшеницы в 60-70-х годах прошлого века. И своим трудом заслужили награду государства. Ни один ребенок не знает, кто такие герои соцтруда. Так вот, мы им об этом напоминаем. И вот благодаря таким мероприятиям наша молодежь растет, зная историю нашей России. В Ставрополье завершается приуроченный ко Дню Победы традиционный автопробег «Эх, путь, дорожка, фронтовая». Участники акции уже посетили все крупные населенные пункты Ставропольского края. За весь путь ретро-машины ежегодно проходят более 10 тысяч километров. В мероприятии принимают участие комсомольцы, студенты и ребята из патриотических клубов Ставрополья. Они приводят в порядок памятники и возлагают к ним цветы. В школах и клубах проходят праздничные концерты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Финиширует автопробег 9 мая в Ставрополе на площади Ленина, где участники акции развернут самую большую копию Знамени Победы – более полутора тысяч квадратных метров. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова